Все мужчины в моей семье, все мои прадеды воевали. Так мой прадед Саралидзе Петр Ильич в 1941 году, уже на следующий день после объявления войны, был в военкомате. И после двухмесячной подготовки в поселке Мальта возле Иркутска, он был направлен в составе сибирской дивизии на оборону Москвы. Мой дед был очень смелым человеком. Не умея плавать под фашистской бомбежкой, он на бревне, которое он нашел возле полуразрушенного, полусгоревшего дома, форсировал реку Северный Донец. Мой дед участвовал в боях на Сталинградском направлении, в освобождении Украины, в составе десанта защищал город Керчь. Мой дед был удостоен медали за отвагу, за то, что в 1942 году он подбил фашистский танк. Об этом его подвиге у нас в нашей семье сохранилась газета красноармейская, которая называется «Вперед за Родину», в которой опубликована статья о том, как мой прадед сжег фашистский танк. Мой прадед за время войны был дважды ранен. Первый раз он был ранен в 1943 году, в августе. И это была контузия, после которой он не мог два месяца ни говорить, ни слышать. Второй раз он был ранен в декабре 1943 года. И это ранение впоследствии он вспоминал не с точки зрения своих переживаний по поводу тех эмоций, которые ему пришлось перенести. Он всегда с добротой вспоминал врача-хирурга, которая спасла ему руку, которую до этого врачи хотели ампутировать, потому что начала развиваться гангрена. Мой дед был удостоен таких наград, как медаль за отвагу, медаль за победу над фашистской Германией, ордена Великой Отечественной войны второй степени, ордена Красной Звезды, а также медали за трудовую доблесть. Как и многие люди, которые воевали, мой прадед никогда не любил особенно разговаривать о военном времени. Однако, когда он все же разговаривал об этом и рассказывал те события, которые происходили, это очень дорогого стоило. Очень жаль, что я не знал своего прадеда, однако, благодаря рассказам моих бабушек, дедушек, моей мамы, складывается такое ощущение, что я знаю своего прадеда всю мою жизнь. Мой дед Попов Иннокентий Терентьевич, 1905 года. В июне 1941 года был призван. В течение месяца в Красных казармах города Иркутска проходили подготовку и в июле 1941 года был уже отправлен на фронт. Прошел рядовым всю войну. Закончил войну в Кёнигсберге в 1945 году. Принимал участие в битве на Курской дуге. Был ранен в живот. После лечения продолжил службу. На Курской дуге получил осколочное ранение в голову и контузию. Тоже после восстановления продолжил службу в частях Красной армии. Я хочу все-таки, если мы говорим о войне, сказать следующее. Вот когда мой дед ушел на войну в 1941 году, его трое детей остались на попечении его деда. Моя бабушка, баба Валя, работала на шахтах, обеспечивала фронт топливом. После окончания Великой Отечественной войны мой дед вернулся. И в 1950 году, когда ему было 45 лет, и в 1947 году, когда ему было 42 года, у него еще родился сын. И в 1950 году родилась моя мама. Я хочу сказать, что когда мы говорим о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне, то подвиг ведь был не только во время боевых действий, а подвиг был и в тылах, когда мужчины ушли на войну, а их жены, их дочери, их матери смогли обеспечить фронт и продовольствием, и одеждой, и теплыми вещами, и в своих письмах поддерживать в солдатах и офицерах веру в победу, веру в то, что дома их с нетерпением ждут дети, ждут их любимые жены. И не зря после Великой Отечественной войны у нас в стране был демографический взрыв. Это говорит о том, что в сердцах тех, кто воевал на фронте, и в сердцах тех, кто оставался в тылу, сохранялись теплые человеческие отношения, которые позволили с 1945 до 1947 года практически полностью восстановить экономику всей страны.